Это События недели, мы продолжаем выпуск. На неделе государственный советник Татарстана рассказал о том, чем будут жить Свияжск и Болгар в нынешнем году. На острове Граде возьмутся за старинные постройки, что создают неповторимый облик. Кстати, два дня назад там презентовали уникальную модель острова, показали каким он был в 16 веке. Впервые туристы увидят шедевры зодчества, не сохранившиеся до наших дней. А вот в Болгаре древние здания геофизики будут искать под землей. О том, какие удивительные открытия уже сделали ученые, когда можно будет поучаствовать в интерактивных экскурсиях по архитектурным жемчужинам, расскажет Валерий Чернышев. Остальное все более-менее понятно, там муской двор гостиной, а вот татарский двор, да, это одно из таких тяжелых моментов. Три месяца в библиотеках и архивах, два месяца ювелирной работы и тысячи зубочисток, а также терпения и кропотливый труд двух десятков человек. Все это в итоге уникальный макет сказочного городка. Именно таким кажется Свияжск второй половины 16 века. Отец этого чуда архитектор Сергей Саначин. Строг каждой неточности. Собранную модель и сам видит впервые. До этого вот все разработки были вот только такие, поэтому приходилось начинать фактически все с нуля. Этого времени, конечно, очень мало. То есть мне не хватило времени. Есть алгоритм, можно продолжать работу и ее уточнять и улучшать. Коровы на лугу, люди на площади и даже рыболовные сети. Неимоверная точность во всем. Восстановлен и ландшафт. До постройки Куйбышевского водохранилища Свияжск не было островом. А вот облик зданий, сборный, воссоздан по образу и подобию сохранившегося зодчества России. Это интересно не только еще тем, кто приезжает и смотрит, и знакомится с историей Свияжска, но и тем людям, кто сейчас занимается возрождением Свияжска. На презентацию приехали музейные работники со всего Татарстана. Такой макет – вещь редкая. Историков интересует каждая деталь. Не менее любопытные местные жители, они также помогают писать историю острова Града и пополняют экспозицию недавно открывшегося музея. Это алтарь Успенского монастыря. Спасибо. Никто никогда не говорит, экскурсию проводит, что на территории Успенского монастыря примерно в 1949-1950 год был сельскохозяйственной техникой. Вот вам я принесла доказательство. Свияждеревянный станет одним из главных экспонатов в музее. Его поместят под купол, и он будет жить своей маленькой жизнью с мультимедийной сменой дня и ночи. Но это лишь веха в развитии Града. Следующая – Свияжск уездный, каменный. Как ни странно, но возродить ее сложнее. Пока недостаточно материалов. Вот так ни странно, по 16 веку их достаточно много благодаря сохранившейся писцовой книге. А вот по, например, 17-18 веку таких материалов достаточно мало. Может быть, мы со временем наработаем такой массив знаний, который позволит нам достаточно достоверно воссоздать Свияжск того времени. Возрождать на неделе решили и обычные дома на острове, что не являются памятниками. Только так можно сохранить атмосферу Свияжска. А вот в Болгаре уникальные постройки будут искать под землей. У него начало подвала где-то на уровне полутора метров. И потом вот на уровне трех метров у него пол. Эта тележка, напичканная датчиками, называется георадар. Благодаря новинке на геофаке Казанского университета изучили подвал учебного корпуса. Устройство распознает любые мелочи, точнее их расположение в пространстве. Через неделю специалисты отправятся с ним в Болгар. Удаётся достаточно чётко определить, например, положение каких-то погребённых, например, строений, которые представляют археологическую ценность. Георадар – ещё один способ сканирования Земли. В прошлом году арсенал техники работал там, куда не добрались археологи. Изучение гравитационных и магнитных полей позволяет заглянуть вглубь до пяти метров. Какие-то плотные объекты, такие же, как стены, они плохо проводят электрический ток. Глины проводят очень хорошо. Поэтому на разности физических свойств этих объектов мы можем выделять различные объекты с различными свойствами и потом делать предположение о том, из чего это состоит. Место поиска выбирают на основе аэросъёмки, а также по предположениям историков. Так, на Соборной площади Болгара обнаружили фундамент огромного здания. Возможно, одну из построек ханского двора привлёк внимание даже небольшой бугор. Объект под рабочим названием «Мавзолей» может быть комплексом зданий. По всей видимости, гончарный горный и трубопровод найдены недалеко от озера Галанка. Вывод по этому поводу могут сделать только специалисты-археологи. Мы находим только объекты и говорим, что вот здесь находятся некие объекты, которые обладают такими свойствами. Как только сойдёт снег, туда отправятся копатели, находки могут удивить и археологов. Ведь заповедник изучен лишь на 4%. Сами геофизики переместятся к реке. Есть вероятность, что там расположены бани. Самое главное для нас сейчас восстановить исторический облик городища на период 14 века. Это 1330-1340-е годы. По всем объектам на территории Болгара, которые там на данный момент существовали, на тот момент. Быт 10-ти этнических групп, некогда проживавших в Болгарии. Их дома и культура попадут в интерактивную экскурсию, над которой также работают геофизики. Она создаётся на базе обычной компьютерной игры. Летом в древнем городе начнётся настоящий археологический бум. Всё, что найдут, станет частью 3D-путешествия. Такая же модель будет и у Свияжска. Валерий Чернышёв, Адель Миндубаев, Айдар Кунафин. Вести. Татарстан.